Здравствуйте! С вами Сергей Патин. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что вы уже довольно часто встречались с сервисами для сокращения ссылок. То есть такими сервисами, которые из длинной ссылки, которая состоит из нескольких десятков или даже сотен символов, создают вот такую короткую, которая состоит буквально из нескольких символов. Зачем это вообще нужно? Это нужно, например, для того, чтобы вы могли сократить вашу партнерскую ссылку. Если боитесь, что у нее обрежут ваш партнерский хвост, вы можете с помощью одного из таких сервисов ее сократить, и тогда уже хвост не будет обрезан. Кроме того, это удобно для передачи длинной ссылки через какие-то средства связи. Например, через SMS. Согласитесь, гораздо удобнее вот такую ссылку отослать человеку, чем вот такую. А также для общения в социальных сетях, например, в Твиттере. Там тоже ограничение идет на количество символов, и поэтому можно использовать вот такую ссылку вместо длинной. Вариантов применения вообще таких сервисов можно придумать довольно много. Я думаю, вы сами придумаете. Таких сервисов, которые позволяют сокращать ссылки, довольно много. Вы просто в Яндекс введите сервис для сокращения ссылки, и у вас довольно много таких сервисов в результате поиска найдется. Это и click.ru, и такой распространенный tinurl.com, и так далее, и так далее. Но думаю, что вы хотели бы сделать такой сервис и на своем домене. Например, чтобы здесь было написано не bit.ly, а, например, ваш сайт.ru, или у меня, например, есть домен по моей фамилии patin.ru. Соответственно, ссылку мы можем сделать таким образом. Итак, как же сделать на вашем домене сервис для сокращения ссылок? В этом уроке мы как раз этот вопрос и рассмотрим. Делать это мы будем с помощью специального скрипта, который называется urls, и находится по адресу urls.org. Давайте промотаем в самый низ главной страницы, и здесь найдем кнопочку Downloads. Кликаем на нее, чтобы скачать данный скрипт. Этот скрипт уже давно развивается, и у него появляется много новых версий, обновленных, с различными исправлениями. И на данный момент, на момент записи урока, версия актуальна является 1.6. Кликайте по ссылке, например, zip, чтобы скачать архив с этим скриптом. Он уже у меня скачан и находится на рабочем столе. Давайте его разархивируем, чтобы залить на наш сервер, на сервер домена. Распаковываю его. У нас получилась папка urls и версия скрипта. И теперь давайте соединимся с нашим доменом. В моем случае это домен patin.ru. И, кстати, вы можете располагать этот скрипт не только на домене, но и на поддомене, и в какой-то папке домена. Смотрите сами, как в вашем случае будет удобно, и как более красиво будет выглядеть ссылка. А тот вариант и используйте. Но я предпочту создание новой папки в домене. И то есть у меня будет адрес такой patin.ru, потом название папки, а потом уже ссылка. Чтобы ссылка не была длинной, мы папку давайте назовем как-нибудь коротко, например, go, типа переход, или url. Давайте url лучше назовем, так мне больше нравится. Нажимаем ok. И теперь в эту папку заливаем все файлы скрипта. Выделяем их, те, которые мы с вами только что разархивировали, и заливаем их на сервер. Пока файлы заливаются, нам нужно создать базу данных. Так как данный скрипт работает с базой данных, он там хранит и ссылки-сходники, и ссылки-сокращение ссылок, то нам нужно создать базу данных. Я использую хостинг bget, поэтому зашел в свой аккаунт, перехожу по вкладке mysql и создаю здесь новую базу данных. Пусть эта база будет называться url. И пароль к базе данных, допустим, 123456. Вы создаете более сложный пароль, чтобы это было более безопасно. Я лишь для примера, для урока создаю такой простой, чтобы проще запомнить. Нажимаем создать. База данных успешно создана. Вот она у нас здесь в списке баз данных присутствует. Обратите внимание, и имя пользователя, и имя базы данных называются одинаково. Вот таким образом. У вас они могут отличаться. Итак, посмотрим. Файлы у нас успешно залились на сервер, и теперь мы можем перейти непосредственно к настройке скрипта. Придите в папку user, и здесь найдите файл config.sample. Этот файл нам нужно переименовать. Нажимаем переименовать, чтобы он у нас получился просто config.php. Я его переименовал. Теперь открываем для редактирования, и посмотрим, что здесь нам в этом файле можно и нужно отредактировать. Прежде всего, нам нужно указать здесь имя базы данных. Мы ее с вами только что создали, как вы помните. Копируем имя базы данных и вставляем в этот файл. Вставить. Так как имя пользователя базы данных у нас точно такое же, как и имя самой базы данных, то и в название базы данных мы сюда вводим то же самое значение. Вот у нас имя базы данных, а здесь у нас имя пользователя базы данных. Пароль также мы вводим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в моем случае. Хост. Локал хост в моем случае. В вашем случае он может отличаться. Однако в большинстве случаев, конечно, используется локал хост, но все-таки это лучше уточнить у вашего хостера. Но обычно эти данные высылают тогда, когда вы на хостинге регистрируетесь, и там указывается адрес хоста. В моем случае это локал хост. Далее. MySQL tables prefix. Префикс, который будет добавлен к вашим таблицам в базе данных, это можно оставить как есть. Далее нам нужно указать адрес сайта, на котором мы располагаем скрипт. В моем случае это patin.ru. Далее. Slash. И папка у нас называлась url. В конце слэш ставить не нужно. Вот здесь это даже специально прописано. Далее. Временная зона. Я живу во временной зоне Москвы по московскому времени, поэтому плюс 4 ставлю. Вы поставьте по своей временной зоне. Локализация. Так как локализации на русский у этого скрипта нет, то это поле мы оставляем как есть, но все-таки мы с вами посмотрим, как этот скрипт можно русифицировать. Далее. Хотите ли вы, чтобы для одного и того же длинного url, то есть для длинной ссылки, можно было бы создавать несколько коротких? Если да, хотите, то вместо true здесь пропишите false. А если же вы хотите, чтобы для одной длинной ссылки можно было бы создать только лишь одну короткую, то оставьте true, как, собственно, и есть по умолчанию. Но я хочу, чтобы несколько ссылок можно было создавать для одной большой, поэтому я ставлю здесь false. Далее. Хотите ли вы, чтобы ссылки можно было создавать не только из админ-зоны этого скрипта, но и из публичной страницы? Здесь по умолчанию отключена возможность создания ссылок из публичной страницы. Я рекомендую вам здесь оставить так, как есть, потому что публичная страница не защищена от спама, там нет никаких ни спам-фильтров, ни капч, и поэтому лучше все-таки создавать ссылки именно из администраторского кабинета. Поэтому давайте оставим true, как есть и по умолчанию. Следующая строка. Здесь нам нужно вот этот текст, который нам написали, преобразовать в рандомный, то есть добавить каких-то несколько случайных символов. Это сделано для некоторой защиты. Теперь нам нужно указать данные для входа в администраторскую зону сервиса для сокращения ссылок. Вы можете создать несколько аккаунтов через запятую, но мы с вами будем создавать один, поэтому вот этот аккаунт я удалю. А также запятую вот здесь тоже можно удалить. Вместо юзернейм пропишу, например, Сергей. А пароль у нас будет пусть 1, 2, 3, 4, 5. Далее. Способ сокращения ссылок. Если вы хотите, чтобы в вашей сокращенной ссылке присутствовали только маленькие буквы и цифры, то оставляйте здесь значение 36. Если же вы хотите, чтобы использовались как маленькие, так и большие символы, то 36 измените на 62. Ну, сами выбирайте, что здесь вставить. Я оставлю 36, потому что, по сути, это абсолютно все равно. Здесь вы можете вставить те слова, которые вы не хотите, чтобы получались при сокращении ссылок. Здесь уже несколько примеров приписано. Если хотите, можете еще какие-то свои слова добавить. Теперь сохраняем этот файл и закачиваем его обратно на сервер, уже отредактированный. Теперь давайте откроем браузер и перейдем по адресу этого скрипта уже на нашем домене. В моем случае это patin.ru.url и после адреса набирайте admin install.php. Нажимаем Enter. И для установки нам нужно всего вот эту одну кнопку нажать. Install yours. Нам написали, что таблицы в базе данных не могут быть созданы. Это может быть потому, что я сделал некоторые ошибки в файле конфигурации. Давайте откроем. И да, видим, что имя даты базы данных у меня написано неправильно. Почему-то я букву S еще добавил. Я сотру ее, сохраню изменения и вновь этот файл залью на сервер, чтобы изменения применились. Заменяем его. Теперь вновь открываем браузер и опять давайте перейдем по ссылке admin install.php. Нажимаем вновь install yours. Отлично. Нам написали, что все таблицы в базе данных созданы. И теперь мы можем уже перейти непосредственно к работе с этим скриптом, перейдя по ссылке yours administration page. Переходим по ней. Однако у нас ничего не открылось, потому что нужно сюда дописать еще index.php. И тогда уже все у нас отлично откроется. Юзернейм у нас будет Сергей. А пароль, как вы помните, мы с вами придумывали 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем login и входим. Перед нами выскакивает сообщение о том, что пароль у нас просто хранится в файле config.php, а желательно его зашифровать. Давайте перейдем по этой ссылке, которую нам предлагают. И здесь у нас есть специальный генератор, который позволяет сделать кэш из этого пароля, чтобы он не хранился именно просто в чистом виде, а был зашифрован. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим сюда наш пароль и нажимаем отправить. И вот у нас пароль превратился вот в такой хэш. Копируем его. Открываем вновь наш сайт, вот этот файл конфигурации config.php. И вместо пароля входа в администраторскую зону, вот этого 1, 2, 3, 4, 5, вставляем его кэш. md5 и так далее. Сохраняем изменения. Заливаем файл на сервер. Теперь давайте попробуем обновить страницу в администраторской зоне URLs. Обновляем. Далее. Все, это сообщение исчезло, и теперь мы можем уже приступить к работе с этим сервисом на нашем домене. Вот эти демо данные вы можете удалить, нажать просто delete здесь, чтобы эти лишние ссылки не засоряли нашу базу данных. Хотя, конечно, они нисколько места практически не занимают. Теперь давайте попробуем сократить какую-нибудь ссылку. Ну, например, вот такая ссылка у нас здесь, которая ведет к базе данных. Копируем ее. Переходим в наш аккаунт URLs. Вставляем сюда. Тут, наверное, чуть ли не сотня символов. И мы хотим, чтобы эта ссылка у нас сократилась не как попало, а чтобы хвост у нее был, например, BD, база данных. Нажимаем сократить. И смотрите, такая длинная ссылка у нас превратилась вот в такую. patin.ru url.bd Мы можем нажать на кнопочку копии, чтобы скопировать ее. И попробуем, работает ли она. Вставляю в адресную строку, перехожу по ней. И мы попадаем в phpMyAdmin, что, собственно, нам и требовалось. Если вы сюда не введете BD или то кастомное сокращение, которое вы хотите, то тогда ссылка сократится произвольно. Допустим, я сейчас попробую сократить вот эту ссылку. И уже ничего не введу вот сюда в параметр custom. Сюда не будем ничего вводить. Нажимаем shorten. Ссылка у нас сократилась и добавилась в базу данных. И теперь у нас просто по порядку вот эти ссылки будут сокращаться. Если мы еще одну, то у нас получится два и так далее. А если мы хотим, чтобы вместо цифрок здесь у нас было конкретное число, например, если мы сокращаем ссылку про какой-нибудь Photoshop или фотографии, то вы можете просто написать сюда фото, сократить. И тогда ссылка будет более приятно выглядеть и она будет более понятна. Будет понятнее, что произойдет или куда мы перейдем, если по ней кликнем. Вот. И вы можете эту ссылку скопировать в буфер, либо отсюда ее скопировать через правую кнопку, копировать адрес ссылки и так далее. Когда вы уже много ссылок сделаете, они у вас будут тут продолжаться и продолжаться. Здесь вы видите количество кликов, сколько было сделано под той или иной ссылки. А кроме этого, вы можете посмотреть статистику более подробно. Просто наведите на эту строку с той или иной ссылкой, которая вас интересует и нажмите вот на эту кнопочку статистика. И тогда, ну, по этой ссылке пока у нас никто не переходил, поэтому статистики здесь нет. Но вы сможете здесь видеть статистику по трафику, по локейшену, то есть откуда перешли по этой ссылке, откуда и так далее. И эту ссылку вы можете также расшарить в социальные сети. В данном случае поддерживается Twitter, Facebook и FriendFeed. С функционалом мы практически разобрались. Но мы здесь можем не только статистику просматривать, мы можем непосредственно отсюда расшаривать эту ссылку, можем ее редактировать. Нажимаем на карандашик и можете прописать уже другой URL той же короткой ссылки. И можете для удобства название для этой короткой ссылки прописать, чтобы вы смогли найти ее среди сотен, когда у вас будет много других. Нажимаем сохранить. Теперь поговорим вот о чем. Хорошо бы было, если бы мы могли немного русифицировать этот скрипт, чтобы с ним было более приятно и удобно работать. Но так как русской локализации у этого скрипта нет, мы сможем его немного русифицировать самостоятельно. Для этого давайте вернемся на наш сервер и перейдем во вкладку Includes. Здесь найдите файл, который называется functions.html.php. Откройте его для редактирования. Теперь давайте посмотрим, какие элементы мы с вами будем переводить или локализовывать. Допустим, есть такое слово Enter the URL. Введите свой адрес. Копируем его. Теперь открываем файл functions.html.php и ищем здесь, где такой элемент встречается. Вот он. Enter the URL. Вместо этого элемента вы можете прописать свое название. Например, введите адрес. Далее вместо custom.shot.url можно прописать ваша ссылка или что-то подобное, или хвост, произвольный хвост. Копируем. Открываем вновь этот файл. Ищем, где у нас находится такая фраза. Вот она у нас практически рядом. Custom.shot.url Можно вместо нее написать хвост. И здесь есть слово optional. Оно и здесь у нас видно. Вместо него мы можем написать, например, по желанию. То есть хвост мы вводим по желанию. По желанию. Так, это мы с вами русифицировали. Теперь здесь shot.url тоже можно найти, где такой элемент находится. Вот у нас этот элемент найден. Shot.url Давайте закроем поиск. И вместо вот этой фразы напишем короткое. Типа короткая ссылка или сокращенная. Вместо оригинал.url напишем исходник. Date.Data. То есть мы переводим название вот этих таблиц. Вот этих колонок. Таблицы. Далее IP можно оставить. Клик с клики или переходы. Actions.Dействия. Так, давайте теперь проверим все ли у нас получилось. Сохраняем. И на всякий случай этот файл можно перекодировать в UTF-8 без BOM. Кодировки. Преобразовать в UTF-8 без BOM, чтобы у нас никаких проблем с кодировкой не было. Сохраняем изменения и перезакачиваем этот файл на сервер. И теперь проверим. Так, заменяем. На сервере. Обновляем страницу и проверим, все ли у нас получилось. Все отлично. Введите адрес, по желанию хвост, короткая дата и так далее. Вот можно еще эту фразу там же переименовать. Shot in the URL. Вместо нее написать сократить. Еще можно убрать вот этот большой такой элемент. Давайте посмотрим, где он находится, чтобы он нам не мешал. Хотя не особо, конечно, мешает, но если его убрать, то будет еще более приятно наш скрипт выглядеть. В самом начале файла убирайте вот этот блок, h1. Удаляем его, сохраняем изменения и сразу вот это shot in the URL мы с вами тоже попробуем перевести. Отсюда не копируется, поэтому просто перенаберем буквами. Ищем файли. Вот эти слова нашлись, вместо них напишем сократить. сохраняем изменения. Заливаем этот файл вновь на сервер, чтобы заменить его. Обновляем страницу. И видим, здесь у нас сократить, здесь у нас большого этого элемента нет. И теперь более удобно пользоваться этим скриптом. Надеюсь, данный урок вам понравился. вы будете использовать данный скрипт на своих доминах, в своей работе. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Патин. Специально для сайта евгенийпопов.ком Субтитры создавал DimaTorzok